Такие болезни, как оспа и столбняк, уже удалось искоренить с помощью обычных медицинских прививок. В западных странах на оболь идет уровень заболеваемости полиомилитом. Врачи утверждают, прививок бояться не надо. Обычно такая реакция из-за простого недопонимания. Иммунитет, который ребенок получает от матери, защищает его в течение первых нескольких месяцев жизни. Что такое вакцинация? Это создание искусственного инфекционного процесса. В ответ на вакцинацию в организме ребенка возникает цепочка иммунологических реакций. Я просто коротко хочу сказать, что она выделяет три периода вот этой вакцинации. Первый период скрытый от момента введения до появления специфических факторов защиты. Это антитела, так скажем, защитные. Он может длиться от двух дней до двух недель. Второй период – накопление защитных антител. И третий – снижение защиты. Он продолжается всю жизнь. В Рязани стартовала неделя вакцинации. В городском центре онкологии, гематологии и онкологии рассказали, что они руководствуются национальным календарем прививок. Во Франции, если родители запрещают вакцинировать своих детей, это считается жестоким обращением с ними. В России такого закона пока не существует. Однако специалисты центра рассказывают, что отказ может привести к печальным последствиям. Они привели в пример вспышку дизонтерии, которая произошла в 90-х годах. Врачи ответили на вопросы присутствующих. Задавали их в большинстве своем молодые мамы. Один вопрос коснулся темы поздней вакцинации от гриппа, когда дети уже болеют. Однако врачи рассказали, что в настоящий момент проходит она в конце августа. И активна прививка на протяжении всего года. Противопоказаний всего два. Это высокая температура и аллергия на куриный белок. Валерий Демихов, директор центра, сообщил, что за всю историю вакцинации не было выявлено ни одного тяжелого осложнения. Поэтому в первую очередь нужно подумать о своем здоровье и о здоровье своих близких. Валерий Седов, Олег Парамзин, телекомпания «Город».